Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. На стражу чистоты города встала полиция. В Самарском районе пресекли попытку выбросить мусор в запрещенном месте. Предполагаемого нарушителя задержали на стрелке реки Самара. На данный момент ведется расследование, что здесь делал грузовик и почему его водитель намеревался именно здесь выбросить содержимое машины. По иронии судьбы, Юрий оказался в ненужное время в ненужном месте, да еще и с полным отходов грузовиком. Проезжал мимо, ждал распоряжений. Так водитель объясняет свое появление на несанкционированной свалке. За руку предполагаемого нарушителя у сотрудников полиции поймать не получилось. Но пресечь попытку сброса мусора на водоохранной территории удалось. Юрий с честным видом заявляет. Ни о чем плохом и не помышлял. Я собирался отъехать, припарковаться чуть дальше и ждать дальнейшего указания, куда мне везти, на какой полигон этот грунт. Это не мусор, это не стройматериалы, это обычный грунт. Грузовик с отходами зафиксировала камера видеонаблюдения. На место сразу же прибыли сотрудники полиции. Стрелку реки Самара патрулируют постоянно. Откуда взялся грунт и куда направляется, водитель грузовика пояснить не смог. Теперь этим вопросом займется следствие. Будет сейчас возбуждаться дело об административном производстве, где все обстоятельства будут рассматриваться, выясняться, откуда этот грунт, этот отход, кто давал команды и куда его везти. Соответственно, у водителя на руках должны быть документы, подтверждающие, куда эти отходы должны быть вывезены. В зависимости от класса опасности отходов нарушителю может грозить штраф до 60 тысяч рублей. Кроме стрелки реки Самара в городе еще с полдюжины проблемных участков. На некоторых уже смонтированы камеры, которые работают круглосуточно и фиксируют номер машины и сам факт выгрузки мусора. Вскоре они появятся везде. В ближайшее время сотрудники администрации Самарского района выйдут на субботник и установят аншлаги с информацией о том, что сбрасывать отходы на стрелки реки Самара запрещено. Ведется видеонаблюдение. Чтобы к юбилею победы ни одной пылинки в городе не осталось. Ветераны войны и труда вышли на средник. Они с детства привыкли трудиться и на пенсии уже сложа рук усидеть не могут. Вот где пример для молодежи, убедился наш корреспондент. Они всю жизнь трудились на благо Отечества. Они защищали Родину во время Великой Отечественной войны. А теперь работают над красотой любимого города. Сергей Сергеевич Алёхин на фронт попал, когда ему и 16 еще не исполнилось. Участвовал в Сталинградской битве. Затем получил серьезное ранение. Но все же вернулся в строй. После войны продолжал служить уже офицером. Вот и во время уборки взял на себя руководство. Надо, чтобы наш город был чистый, хороший, ухоженный. Поэтому мы участвуем в этом мероприятии. Ветераны войны и труда, труженьки тыла, сегодня активные общественники. Несмотря на прохладную погоду, вышли привозить в порядок территорию рядом с дворцом ветеранов в Парке Победы. 22 апреля, как в былые времена, получился настоящий ленинский средник. И к тому же во всем мире отмечают День Земли. Город становится очень красивым, чистым, опрятным. И я думаю, что люди на чистоту не будут так сорить. Чтобы было чисто, не надо сорить. Вместе с ветеранами на уборку вышли сотрудники управляющей компании. Дань уважения героям стараются отдать и коммунальщики. Все заявки и просьбы ветеранов, которые поступают в колл-центр, выполняют в первую очередь. Молодым надо только поучиться у наших ветеранов, как нужно делать свою работу, как нужно организовывать эту работу. Поэтому мы им очень благодарны, что они находят еще и время, и силы. Делать впереди еще много. Надо к юбилею Победы готовиться. После уборки ветераны отправились не отдыхать, а обсуждать обширный план работы на ближайшее время. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. В Самаре стартовал ремонт путепровода на 116-м километре Куйбышевской железной дороги, который продлится до 1 сентября. По словам специалистов, такого масштабного ремонта этого моста не было более 25 лет с начала его открытия. Павел Баймаков подробнее. Ремонт моста на 116-м километре в самом разгаре. Чтобы успеть к сроку работы здесь, будут вестись ежедневно. За несколько месяцев, согласно проекту, на этом участке необходимо поменять 4 деформационных шва, восстановить гидроизоляцию опор, защитный слой бетона и асфальтовое покрытие. Все должно быть сделано на высочайшем уровне. Путепровод имеет стратегическое значение как для города, так и для области. Он пересекает несколько автомобильных развязок к Куйбышевской железной дороге. Здесь находится много промышленных предприятий, по которым осуществляется доставка грузов работников предприятий к месту работы. Он связывает центр города с Куйбышевским районом, областную столицу, с районом области в южном направлении. Серьезных затруднений в движении автотранспорта, говорят специалисты, возникнуть не должно. Сейчас на мосту установлен светофор и действует реверсивное движение. Впрочем, говорят автолюбители, небольшие временные неудобства готовы потерпеть для своей же безопасности. То, что делают, я считаю, это правильно. Городские власти заботятся. Я считаю, что если качественно отремонтируют, то, естественно, повысит безопасность. Можно будет без опаски проезжать данный отрезок. Путепровод на 116-м километре Куйбышевской железной дороги был построен четверть века назад. С тех пор такой масштабный ремонт здесь делается впервые. Капитальный ремонт путепровода планируют закончить 1 сентября этого года. Всего на средства областного и городского бюджета в 2015 году в Самаре будут комплексно отремонтированы 12 улиц, а также внутриквартальные проезды. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Жители поселка Шмидта стали ближе к городу. Новый автобусный маршрут соединил поселок и центр Самары. Долгое время здесь ходил один автобус, да и тот часто ломался. Жители обратились в приемную депутата по своему округу. И вопрос был решен. 13 номер для жителей поселка Шмидта оказался счастливым. Новый автобусный маршрут до губернского рынка, как дорога жизни, связывает поселок с городом. Нам дали 13 автобус, мы очень довольны и рады, потому что везде можно проехать, куда и на рынок, и в больницу, и дети в школу. Одним маршрутом решили сразу 4 проблемы. Отсутствие в поселке общественной бани, поликлиники, детского отделения и женской консультации. До этого был один автобус, но ходил он раз в час, а если сломается, и того реже. У нас выход в город, это через перекидной мост, он достаточно высок и сложно и пожилым людям, и инвалидам, и мамам с колясками, и беременным женщинам по этому мосту передвигаться было. Сейчас на автобусе, в общем, это все доступно и удобно. У пассажиров общественного транспорта проблемы решились, а вот у обладателей личного они еще есть. Из-за большегрузов, которые гоняют по Запонскому, как по взлетной полосе, разбиваются дороги. Кроме того, весь мусор и грунт они сваливают прямо на территории поселка. Зимой был большой вывоз с КамАЗами грунта, снега, все дороги разбиты, дорог нету, КамАЗы, сказать, мягко не ездят, они сполетают, все дороги разбиты. Так как они быстро ездят, трескутся дома, так как живут за дороги, нет лежачих полицейских, все скандаляционные люки разбиты. С наболевшим вопросом Александр Васюта приехал в приемную депутата Александра Фетисова. За несанкционированный вывоз мусора на территорию поселка уже заведено уголовное дело, идет расследование. А вот благоустройство некоторых участков уличной дорожной сети – вопрос решенный. Есть вопросы, которые могут разрешаться управленческими решениями на местном уровне. И мне кажется, что часть таких решений мы сегодня нашли. Уже в этом году, в мае месяце, уже начнется ремонт улицы Речной, будет карточный ремонт улицы Неверова. И еще одна большая радость для жителей поселка – пункт врача общей практики, который откроется здесь в ближайшее время. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. В Самаре прошли первые рейды по пресечению торговли редкими весенними цветами, занесенными в Красную книгу. Специалисты городского департамента благоустройства и экологии проверили рынки, станции метро, вокзалы и крупные остановки наземного транспорта. Здесь чаще всего торгуют подснежниками, ландышами, прострелами и другими первоцветами, большую часть которых торговцы собирают в заповедных зонах. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена законодательством Самарской области и влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Недорого и все натуральное. В Самаре открылась ярмарка продажи белорусских товаров. Разместилась она в сквере Родина. На ней можно найти продукты питания, одежду и бытовую химию по доступным ценам. Пришлись ли самарцам по вкусу белорусские товары, узнавал наш корреспондент. Рыба копченая, мед душистый, чай ароматный. На ярмарке продажи белорусских товаров можно найти продукты и одежду на любой вкус. Самарцы запасаются впрок. Отлично. Придумали неплохо. Почаще пусть приезжает. Вы видите, сколько народу привлекает все. Ассортимент хороший. У вас ассортимент все. Недостатка в покупателях у продавцов нет. Пряниками Вера Волошина торгует почти 10 лет. Самару свою продукцию привезла впервые. Говорит, в Бресте это лакомство готовят по-особому. Они сделаны на сливочной основе, качество хорошее. Ну и может мы даже, как бы, знаете, вот у нас особенные, ну фигурки, тряников наших особенные. Ярмарка продажи организована по инициативе общественной организации «Русско-белорусское братство-2000». Знак теплых дружественных отношений между двумя государствами. И место выбрано не случайно. Сквер Родина рядом с Домом дружбы народов. Оценить качество товаров на белорусскую ярмарку приехали почетные гости. Председатель городской думы Александр Фетисов особо подчеркнул. Ярмарка только начало череды совместных акций. Представляет Белоруссию наши друзья из Бреста, города-героя, где подвиг защитников Брестской крепости. И для нас это тоже очень важно. И вот 9 мая с площади Куйбышева уйдет очень представительная делегация. Уедет в Минск, в Брест. Мы пройдем по местам боевой славы. Ярмарка продажи белорусских товаров будет работать в областной столице до конца рабочей недели. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. В этом году майские праздники в Самарской области пройдут на самом высоком уровне. По прогнозам, в мероприятиях, посвященных Дню Весны и Труда, 1 мая примут участие более 50 тысяч жителей. А вот День Победы на улицах и площадях региона отметит до 500 тысяч человек. Самым масштабным праздничным событием станет военный парад на площади Куйбышева, чтобы как можно больше жителей региона могли его увидеть в разных районах Самары, а также в других городах области установят большие экраны, на которых будет транслироваться не только самарский, но и московский парад. Особое внимание в праздничные дни безопасности жителей. На очередном заседании областной антитеррористической комиссии обсудили все нюансы организации порядка во время праздников. 9 мая, помимо сотрудников полиции, в оцеплении их будут дежурить и военнослужащие. Нам очень важно продумать сейчас все, мобилизовать все, чтобы максимально сделать так, чтобы все прошло организованно, чтобы у людей впечатления были самые позитивные, не только для того, чтобы обеспечили порядок, обеспечили спокойствие, но и обеспечили красивые, содержательные, праздничные мероприятия. Накануне Дня Победы стартовала ставшая традиционной акцией «Георгиевская ленточка». Она объединяет миллионы людей не только в России. Участие в ней принимают более 70 стран. Патриотический проект, ставший за 10 лет одним из самых массовых в новейшей истории, в этом году пройдет с особым размахом. Самара не осталась в стороне. Единый старт акции «Георгиевская ленточка» в Самаре пришелся на 11 часов дня. Во всех районах города волонтеру раздают 10 тысяч лент. Символ Победы, как и положено, крепят слева. Ленточку, как орден носить у сердца, потому что победа, она дорога каждому человеку, и ее нужно вешать рядом с сердцем. Георгиевская ленточка обозначает пламя и дым. Это во имя, кто погиб на войне, и как бы надо помнить погибших на войне. Ребята рассказывают, что останавливаются даже автобусы. «Большой автобус 37-й. Остановились там. Две ленточки дали водителю кондуктову». «Вот эти 150 тысяч ленточек, которые я сказал, именно закупила администрация города для свободной раздачи. Но, на самом деле, акция стала настолько традиционной, что ленточки закупают предприятия, предприниматели различные, организации, учреждения. То есть для своих сотрудников, для своих трудовых коллективов поддерживают эту акцию. Поэтому всего, конечно, в городе будет гораздо больше ленточек роздано». Ленты будут раздавать вплоть до празднования Дня Победы в знаковых местах города и на городских мероприятиях. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Самарский дом-музей Ленина впервые после ремонта открыл свои двери для посетителей. Символично, что произошло это в день рождения вождя. В музее аншлаг. Гости от мала до велика. Среди них и наш корреспондент. Великие подвиги Ленина. Песни о подвигах Ленина самарские коммунисты сами слагают, сами и поют. В день рождения Ильича они, как и положено, пришли в гости. В доме, принадлежавшем самарскому купцу Рытикову, семья Ульяновых снимала квартиру на втором этаже. С мая 1890 по август 1893 года. «Здесь, во-первых, нет новоделов. Здесь подлинные предметы быта последней четверти XIX века. Здесь есть оригинальные вещи из семьи Ульяновых, чем мы, собственно, очень гордимся». Музей не фрагментарный, а полностью воссоздает быт самарцев последней четверти XIX века. Здесь показаны все виды комнат – спальня, гостиная, рабочий кабинет, кухня. Городская купеческая усадьба и жилой дом и надворные постройки сохранилась практически без потерь. Специалистам пришлось провести здесь противоаварийные ремонтно-восстановительные работы. «В 2014 году фактически все здание от крыши до подвала приведено в нормальное состояние функционирования. То есть у нас есть гарантийные обязательства у подрядчиков. То есть все, что если какие-то будут даже постепенно выходить вопросы, мы эти вопросы в рамках гарантийных обязательств можем решить. Но видя о том, как шла эта работа, я надеюсь, что никаких у нас претензий не должно возникнуть». Музей впервые открыл двери для посетителей после ремонта. В смелых планах еще и улицу, на которой стоит дом-музей, стилизовать под старину. Марина Матвеевшина, Станислав Плевин. События. Зачем нужны кальсоны, как стирать без машинки и как завести граммофон? Многие современные дети об этом не знают. А вот маленьким артистам из театра «Доброе утро» это известно. И они готовы рассказать об этом в новой постановке. Пьеса «Ветераны» о Великой Отечественной войне и не только. «Я открываю, а там туфли. Мамины туфли. Мамины туфли. Мамы, братья, все, все, ничего нет. А они лежат, просто лежат, там ничего. Я открываю, а там туфли. Мамины туфли. Взрослая драма глазами детей. Из самого сердца, из недр эмоционального поля, все чувства, напоказ, на всеобщее обозрение. Они не боятся казаться глупыми и непонятными. Они проживают каждое слово, живут на сцене. Маленькие дети, но уже большие артисты. В 21 веке рассказывают историю из 1943-го. «Я чуть-чуть помоложе иду, чем остальные герои. Иду как маленькая, не совсем маленькая, озорная, но еще хочу немного в детстве, сильно ранимая, молодой персонаж». «Мы представляем такую военную тематику. Я там выступаю в роли Тамары, которая 19 лет, она любит стихи. И вот мы стираем. Мы такой батальон пращенный». В пятом городском фестивале «Театральный Олимп» приняли участие 42 детских коллектива. Лучшими оказались 15. Ребята от 7 до 18 лет прошли огромный путь. Репетиции, заочный конкурс, финал. Также коллективы приняли участие в областном конкурсе «Легенды Жигулей» и заняли достойные места. «Очень приятно видеть ребят, которые становятся номинантами на лучшие актерские работы. Не первый год. Вот я смотрю на ребят, которые приходят на протяжении 5 лет. Вот мы отсмотрим, как они самых маленьких, уже юноши, 16-17-летние. Многие детские театры в этом году сконцентрировались на военной тематике, посвятив свое творчество 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В торжественной обстановке наградили лучших в номинациях драматический, музыкальный, кукольный театр, театр эстрадных миниатюр, пластики и жеста, цирк и оригинальный жанр. Марьяна Мирная, Константин Головин, События. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагис. Правительство все же решило помочь валютным ипотечным заемщикам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Общая сумма субсидий составит 20 миллиардов рублей. Государство поможет тем, у кого ежемесячный платеж в рублях вырос на 30% или настолько же упал ежемесячный доход. Это, кстати, относится как к валютным, так и к рублевым заемщикам. При этом заемщик и его жилье должны соответствовать ряду параметров, в том числе являться жильем эконом-класса. Еще одно условие включения в программу – наличие просрочки не менее 30, но и не более 120 дней. В то же время по каждому кредиту возмещение может составить не более 200 тысяч рублей. Я бы сказал, что сейчас самое время помогать не только валютным, но и рублевым заемщикам вообще. Ведь благодаря играм с курсом рубля реальный доход и у них сократился. Российские туристы в преддверии начала туристического сезона стали бронировать больше горящих туров на турецкие курорты. В 2014 году Турцию посетило более 4 миллионов граждан России. Однако количество отдыхающих в этой стране россиян за первые три месяца 2015 года сократилось на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В апреле-мая 2015 года власти Турции окажут поддержку российским туроператорам в размере 6 тысяч долларов за каждый чартерный рейс, осуществляющий перевозку туристов из России в Турцию. Среда на российском фондовом рынке открылась отрицательным движением. Индекс ММВБ снизился до 1709 пунктов. В аутсайдерах – НМТП, МРСК-центра, ЛСР, аптечная сеть 36,6 и КАМАЗ. Лидерами стали Полюс Золото, ФосАгро, Фармстандарт, НЛМК, Дикси и Магнит. К открытию торгов в России сложился смешанный внешний фон. Американские индексы завершили день разнонаправленно. На азиатских площадках преобладает положительная динамика. Курс доллара на 22 апреля – 53,97 рубля, курс евро – 57,59 рубля, золото стоит 2078 рублей за грамм, серебро стоит 27,90 рубля за грамм, цена нефти марки Брент – 61,56 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарскому фанату запретят ходить на футбол 7 лет. Анастасия Павлюченкова помогла сборной России выйти в финал Кубка Федерации. Самарские гольфисты защитили кандидатский минимум. В Самаре прокатилось первенство города по мини-гольфу. За медали и спортивное звание на зеленой дорожке вышло полсотни участников. На 18 лунках в своих возрастных категориях чемпионами стали Маргарита Лысова – 127 ударов, Константин Пирагин – 99, Валерия Фризен – ее результат – 85, самым метким оказался Тимур Рамазанов и его – 79 ударов. Кроме золотой медали, Рамазанов выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Анастасия Павлюченкова в паре с Еленой Весниной выиграли у немок Андрея Питковича и Сабины Лисицки. Победа самарской теннисистки позволила сборной России выйти в финал Кубка Федерации. Матч закончился со счетом 6-2-6-3. Итоговый результат команды против сборной Германии – 3-2. Причина успеха российской пары – сыгранность. Немки же играли как одиночки. В финале Кубка Федерации сборной России сыграет на выезде с команды Чехии. Болельщику крыльев советов могут запретить смотреть футбол 7 лет на трибунах стадиона по всей стране. Дело в том, что он с фанатами устроил беспорядки на матче с газовиком. Это его второе задержание и повторное обвинение. Теперь ему грозит штраф в 15 тысяч рублей или 15 суток ареста. Кроме того, нарушителю спокойствия суд может запретить посещать места проведения соревнований в течение 7 лет. Пропустит, между прочим, чемпионат мира по футболу 2018 года. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин